Такого точно никто не ждал, Веннипек Джетс минувшей ночью обыграл Даллас Старс, 4 к 1. Эта победа стала 14-й для команды в 15 матчах со старта сезона. Таким образом подопечные Скотта Арниелла установили абсолютный рекорд лиги по победам со старта регулярного чемпионата. Единственной командой, которой удалось нанести Джетс поражение, остается Торонто Мейпл Лифс, 6 к 4. Да-да, это действительно первый подобный случай за 106 лет существования главной лиги Северной Америки. Поучаствовал в победе своей команды сегодня и российский нападающий Владислав Наместников. В первом периоде россиянин отметил с результативной передачей. А во втором записал на свой счет и гол. Получив шайбу перед воротами, Наместников объехал их и попытался завести шайбу в пустой угол. С первого раза нападающему этого сделать не удалось, а вот с добивания, еще и лежа, Наместников так и заставил шайбу пересечь ленточку. В 15 матчах у россиянина 11, 4 плюс 7, результативных баллов. Я немного поражен таким стартом. Игроки должны понимать, что то, что они уже сделали, это настоящее достижение. Но в то же время мы бы хотели, чтобы это продолжалось еще. В конце концов, они, должно быть, ужасно гордятся тем, что сделали. Это историческое событие, но я не могу не сказать этого снова, мы забываем сегодняшний матч и готовимся к следующему сопернику. Игроки проделали фантастическую работу, понимая важность каждой игры и каждого момента едят игр к игре. Я ужасно горжусь тем, что они сделали, сказал тренер Виннипега Скотта Арнелл. У Виннипега убойное большинство, 43,9% реализации лишнего, что является лучшим показателем в лиге. Они забивают при численном превосходстве фактически в каждом матче. Джетс также является лучшей командой по разнице заброшенных пропущенных шайб, 67 двоеточие 31. 67 заброшенных шайб, считая голы после серии булитов, самый высокий показатель голов для команды за 15 игр сезона. Больше за такое же количество матчей забрасывал только Бафало Себерс в сезоне 2006-07, 68. Нельзя не отметить прекрасную игру голкипера Джетс Коннора Хелли Байка, который установил рекорд команды по продолжительности сухой серии. Голкипер отыграл на 0-2 матча и не пропускал почти все три периода в игре с Даласом, но уйти с сухарем на этот раз не удалось. В общей сложности сухая серия Хелли Байка составила 191 к 47. Предыдущая рекордная сухая серия Винни Пега продолжалась 187-05 и принадлежала чешскому вратарю Андржио Павелецу. Хелли Байк был великолепен всю эту игру, и предыдущую, и игру перед ней. Он – настоящая скала, и мы бы хотели, помочь ему засушить этот матч, но так иногда случается, главное, что мы одержали победу. «Разберем эту игру и будем двигаться дальше», – сказал Наместников после матча. «То, что он вытворяет каждый матч, просто потрясающе. В какой-то момент начинаешь воспринимать это как должное. Я знаю, что зрители сходят с ума, смотря на его игру, но мы видим это на тренировках каждый день, и он часто показывает это в играх». «Он – элитный вратарь», – высказался главный тренер Джет Сарниэля вратарей своей команды. «Теперь перед Винни Пегом стоит задача намного сложнее – сохранить результаты и ту игру, которую они показывают, и пронести ее через весь сезон. Любая победная серия рано или поздно заканчивается, к этому тоже нужно быть готовыми. Главное, в погоне за победой в каждом матче не перегореть и не потратить все силы до начала матча на вылет. Потому что, к сожалению, как показывает практика, царящие в регулярках команды нередко вылетают в первом-втором раунде плей-офф.